И расскажу про чистовые материалы, а также про их стоимость. Они у нас идут специально антивандальные. Обязательно для квартиры выбирайте 33 класс. Все двери от производителя профиль Дорс. И стоимость этой плитки, такую еще плитку называют кабанчик. Это настоящие немцы, мейсон керамик. Абсолютно ничего не давит. А теперь самое интересное, я расскажу про стоимость данного проекта. Всем привет! Сегодня на обзоре у нас трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров в жилом комплексе Лучи. Здесь наша команда занималась разработкой дизайн проекта, отделочными работами под ключ, а также полной комплектацией чистовыми материалами. В этой квартире у нас будет жить семья из четырех человек, двое взрослых и двое детей. По желанию заказчика мы сделали небольшую перепланировку. Я вам сейчас покажу, что именно. Это у нас входная дверь. И по левую сторону был проход на кухню. Сейчас это дверь в гостевой санузел. Вот здесь вот был проход. Мы его полностью заложили, тем самым увеличив гостевой санузел. А на кухню мы уже попадаем через гостиную. Вот в этот большой проем попадаем на кухню. Она у нас огромных размеров. Здесь с комфортом могут разместиться четыре человека, а то и восемь человек, если придут гости. И плюс у нас будет большая кухня в две стены. Вот такая вот угловая. А вот в этом месте уже будет стоять холодильник. Сейчас пройдемся по квартире и расскажу про чистовые материалы, а также про их стоимость. Если начнем с кухни, а именно с фартука, обычно используют плитку типа кабанчик или, как сейчас модно, крупноформатный керамогранит. Но в данном случае заказчик пожелал сделать фартук из мозаики. Это у нас керамоморация Костелло. Она у нас идет в картах 30 на 30 сантиметров. И мы подобрали затирку цвет-свет, чтобы это все выглядело практически единым полотном. Здесь порядка пяти квадратных метров ушло на весь фартук. Посмотрите, он практически в две стены. А вот сюда вот не докладывали, потому что здесь будет стоять холодильник. И стоимость одного квадратного метра порядка 1800 рублей за метр квадратный. Потолок у нас натяжной по всей квартире. Там, где у нас будут с вами шторы, мы сделали специальные ниши для того, чтобы спрятать карнизы. На стенах у нас обои под покраску от производителя Мир Уайт Про. Они у нас идут специально антивандальные. Цена таких обоев в районе 100 рублей за квадратный метр. Дополнительно после мы покрываем обои краской водоэмульсионной. Она у нас идет моющаяся. 120 рублей за квадратный метр. Здесь вот у нас приятный салатовый цвет. Здесь уже идет бежевый оттенок. И вот сделана, видите, акцентная стена. Такой легкий шоколад. Ламинат по всей квартире у нас идет Эггер Хоум Дуб Седан 33 класса толщиной 10 миллиметров. Обязательно для квартиры выбирайте 33 класс. Это оптимально. Толщина 10 миллиметров плюс подложка. То есть это такая комбинация, которая универсальна и подойдет для вашей квартиры. Способ укладки ламината это смещение на одну треть. Вот вы можете видеть, что вот это расстояние является одной третьей от целой планки. Размер одной планки длина 1291 миллиметр, а ширина 193 миллиметра. Цена такого ламината в районе 1300 рублей за квадратный метр. Прошу заметить, что ламинат лежит у нас с единым контуром. Это кухня, гостиная и коридор. Разрывается только возле спален. Вот вы можете видеть, здесь у нас порог и здесь порог. Это прямое нарушение технологии, потому что от крайней стены на кухне до крайней стены возле спален достаточно большое расстояние и производитель не рекомендует укладывать ламинат непрерывно на такой большой площади. Заказчик предупрежден, все риски взял на себя, но тем не менее надо не забывать делать зазор между стеной и ламинатом хотя бы один сантиметр, насколько позволяет плинтус. В данном случае у нас плинтус МДФ. Что необычного? Давно мы уже не ставили двойные двери, а на этом объекте аж два раза. Первые двери это у нас мы попадаем на кухню, а вторые попадаем в гостиную. Здесь у нас они раздвижные. А в гостиную у нас распашные. То есть одну дверь мы открываем при помощи ручки, а чтобы открыть вторую дверь, нужно поднять вот такой шпингалет и открыть ее таким способом. Везде стоят ограничители, чтобы не повредить ручкой участок стены, где она соприкасается. И вот так это все выглядит. Все двери у нас от производителя Profile Doors серия 1U Alaska и в среднем стоимость одной двери 17,5 тысяч рублей. То есть здесь они у нас представлены со стеклом, а по всей остальной квартире они у нас сплошные. И в спальню тоже, и в детскую. Они все белого цвета, глянцевые, как раз под плинтус MDF. И все это на стиле смотрится очень современно. Белый цвет он никогда из мода не выходит. Идем дальше. Безумно красивая плитка в коридоре. Она напоминает метлавский ковер, который снова сейчас возвращается в моду. Эта плитка у нас Keramo Marazzi Piazzetta. В центре вы можете видеть элемент декора. Мы его сделали специально, чтобы придать определенный колорит всей экспозиции. И вот она сделана единым ковром с гостевым санузлом. Вот вы можете видеть, что здесь нет никакого порожка. И стоимость этой плитки в районе 1300 рублей за квадратный метр. Давайте пройдем в гостевой санузел. Здесь вы можете видеть, что плитка не доходит до потолка. Это правильное решение для небольших помещений, влажных помещений. Намного уютнее смотрится, нежели мы плитку докладывали до самого потолка. Здесь все отделочные материалы не боятся влаги. На стене вы можете видеть плитку Keramo Marazzi Graniano белого цвета. И размер одной плитки 74 на 150 миллиметров. Такую еще плитку называют кабанчик. Я сам лично фанатею от этой плитки. Она всегда актуальна. И если она вам надоела, то вы просто расшиваете швы через несколько лет. Подбираете другого цвета затирку. Черного, синего, оранжевого, голубого, серого. И эта плитка играет совершенно по-новому. Как будто вы сделали ремонт заново у себя в квартире. Цена такой плитки в районе 1400 рублей за квадратный метр. Так как мы расширили гостевой санузел за счет коридора, у нас появилось место для того, чтобы установить стиральную машину. Вот вы можете видеть канализационный слив, подачу воды, розетку и система защиты от протечек. Вот в данном месте будет стоять стиральная машина. Также у нас здесь поместилась раквина с тумбой и система инсталляции. Это у нас Якоб Делафон, клавиша у нас Гиберит и электрический полотенцесушитель Домотерм. Также у нас здесь скрытый люк под покраску. Здесь у нас коммуникации, водоснабжение на этот санузел плюс кухня. Также здесь у нас сделана разводка отопления. Обязательно посмотрите черновой ролик с этого объекта и увидите, как сделаны инженерные коммуникации на этом объекте. Давайте сразу перейдем в хозяйский санузел. По желанию заказчика мы установили две системы инсталляции. Одно это у нас БД, другое у нас унитаз. Клавиша у нас Гиберит. Для того, чтобы иметь доступ к инженерным коммуникациям, мы сделали два потайных люка и обложили их плиткой. Здесь также у нас висит электрический полотенцесушитель. Это тоже производитель Домотерм. Ванна длиной 170 см, производитель Церзанит. Напротив ванны мы сделали специальную нишу, для того, чтобы здесь расположить стеклянные полки, чтобы можно было поставить шампуни, гели и так далее. Все, что понадобится для принятия ванны. И здесь в нише подвесная тумба, ля майдадыр и зеркало с подсветкой. Теперь расскажу по поводу плитки. Это настоящие немцы, мейсон керамик. На стенах у нас три вида плитки и на полу еще один вид плитки. Это все одна серия. Про стоимость. К примеру, вот эта обычная бежевая плитка, это полторы тысячи за квадрат. Если брать декор слева, либо справа, он продается поштучно. И если пересчитывать на квадратный метр, то это в районе четырех тысяч рублей за один квадрат. Пройдем в спальню. Здесь у нас обои под покраску выкрашены приятным розовым теплым цветом. И одна стена сделана с акцентом более насыщенный, глубокий розовый цвет. Даже больше в красноту, а может быть даже и в бордовость. Мы уже делали такое решение. У нас уже был один проект в данном жилом комплексе. Вот с таким цветом стен. Он очень нравится нашим заказчикам. И многие выбирают такое цветовое решение. Ну, как всегда, стандартно здесь будет стоять кровать. Слева, справа светильники, проходные выключатели и так далее. Это уже как бы стандарты. Для удобства сделан кондиционер. Их всего три штуки на квартире. В спальне, в детской и в гостиной. Также у нас по всей квартире плинтус МДФ. Высота его 83 миллиметра. Цена в районе 400 рублей за погонный метр. Всего на квартиру потребовалось нам порядка 75 погонных метров. Производитель классен Пьюра. Пару слов про балкон. Полностью заменили остекление. Смонтировали теплый пол. Сделали стены под покраску. Здесь у нас плитка аналогичная, как в коридоре. Следующая комната у нас детская. Посмотрите, какой легкий воздушный цвет стен. Абсолютно ничего не давит. Хочется находиться в этом помещении. Также на одной из стен у нас поклеены фотообои в виде карты мира с названием стран. Если честно, я когда приехал, готовился к съемкам, меня даже немножко залип и ходил, рассматривал всяких зверушек. И читал название стран и столиц. Очень классное решение. Вашим детям обязательно понравится. Дополнительно на объекте сделали шумоизоляцию некоторых стен. Вот эта стена и эта, она граничит с соседями, поэтому она подверглась полной шумоизоляции. И в спальне стена, которая сопряжена с соседями, тоже выполнена в шумоизоляции. Вот именно эта стена. Плюс ко всему, заменили все приборы отопления в квартире. Выбор остановили на рефар монолит. Это биметаллические радиаторы, которые хорошо себя зарекомендовали. Дополнительно к этому сделали боковую подводку. Напомню, что от застройщика она идет из пола. Если так оставлять, то придется резать чистовое покрытие. Такой вариант более стильный и аккуратный. А теперь самое интересное. Я расскажу про стоимость данного проекта. Черновые материалы обошлись нашему заказчику в 610 776 рублей. Чистовые материалы в 832 155 рублей. Работы под ключ обошлись нашему заказчику в 1 264 752 рубля. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях или по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok